здравствуйте дорогие доброго дня дорогие участники рады вас приветствовать на нашем сегодняшнем вебинаре тема вебинара звучит как известная и широко применяемая свободно экономическая зона у мальку вейн особенности регистрации и администрирования компаний меня зовут максим коренев я юрист компании amand smith рядом со мной наш сегодняшний спикер мой коллега старший юрист компании кирилл бондаренко рад его представить вам пожалуйста сообщите если хорошо нас видно и слышно поставьте плюсики а если у вас есть какие-то вопросы по технической части пожалуйста пишите в чат мы будем рады вам ответить до максим спасибо большое но честно говоря когда мы готовились то я сразу приготовил небольшую такую шутку да которая говорит о том что известная широко применяемая в узких кругах о том какие-то круги мы сегодня с вами поговорим но даже хотел бы заметить что мы сегодня выходим за границы наиболее популярного эмирата которым безусловно продолжает оставаться дубай в один из наименее больших один из самых маленьких эмиратов у мальквей ну и стараемся сегодня подробно осветить практический аспект регистрации но пока что давайте все-таки напомним что такое себя представляет вообще страна как объем арабские эмираты где она представлена и нам в этом поможет наш слайд напоминаю что объем арабские эмираты находятся персидском заливе это регион на один из самых богатых в мире по залежам полезных ископаемых таких как нефть газ именно поэтому на протяжении веков привлекал внимание различного рода стран в том числе и западных и в общем-то относительно недавно получили полную независимость не смотря на то что они всегда действовали в рамках таких вот широких полномочий если вы обратите внимание на карту который представлен сейчас в данный момент на слайде то увидите что соседями объемных арабских эмиратов являются катар является оман саудовская аравия бахрейн то есть все это страны с высоким баловым внутренним продуктом который в основном конечно формируется за счет экспорта нефти нефти и газа или соответственно производства следует отметить что недалеко напротив по персидскому соли союзу заливали до соседом объем арабских эмиратов является иран тоже в общем-то страна относительно большая с точки зрения скажем потребительского рынка которые в разы больше чем сами объединены арабские эмираты что еще следует отметить представляете себя уника что касается в форме государственного устройства то это уникальный сплав абсолютной монархии и федеративного устройства каждый из эмиратов представляет собой фактически государства который управляется эмиром но столица и столица есть абсолютный монарх которым является руководитель эмир абу-даби длина и кстати что у даби самый богатый эмират в объединенных арабских эмиратов ну что же посмотрим на следующем слайде пока что мы не переходим посмотрим потом дальше какое место занимает малькови ну что же если говорить в целом про объединенные арабские эмираты то они занимают достаточно высокое 13 место в рейтинге всемирного банка по легкости ведения бизнеса занимают 29 место в мире по размеру валового внутреннего продукта является крупнее здесь важно отметить что все-таки объединенные арабские эмираты эта страна относительно небольшая все население объединенных арабских эмиратов составляет порядка девяти миллионов человек что даже меньше чем в одной москве ну или сопоставимы например с таким сердцем как израиль что еще крупнейшими торговыми партнерами являются япония китай индия иран на удивление но это тоже в общем то делать свою специфику например в объединенных арабских эмиратов вы можете найти филиал некоторых иранских банков что в некоторой степени позволяет в том числе вести торговлю из ирана я бы здесь сказал что иран сейчас находится международными санкциями я бы это вероятно сказал есть это было до 2022 года настоящий момент россия побила все рекорды потому какое количество санкций на нее в отношении ее было введено или экономических ограничений как вот зовите вот но в отношении рана они тоже действуют и при этом объем арабские эмираты все равно с ним взаимодействует и это может быть в общем то хорошим хорошим вариантом при торговле с ираном решение в качестве торгового посредника до недавнего времени было полное отсутствие налогообложения прямо сейчас мы с вами 2023 году являемся свидетелями рождения самого молодого корпоративного налога в мире по меткому выражению одного из наших коллег соответственно были налоги но они были как правило в отношении отдельных отраслей например нефти газа банковских структур и прочее прочее настоящий момент действие корпоративного налога расширяется вводятся новые виды деятельности которые попадают под налогообложения но нам еще предстоит только увидеть как он будет внедряться и конечно какая будет правоприменительная практика но уже сейчас многие компании в объем правских эмиратах и в свободных экономических зонах и тем более мы они могут а некоторые должны получить налоговый номер но это не является нашей темой основной сегодняшней встречи поэтому я думаю что относительно налогообложения объем арабских эмиратов мы сделаем отдельный вебинар посвятимая этой теме она же вытрепещи особенно учитывая какое количество компаний в объем арабских эмиратов за последнее время было зарегистрировано не только нашими соотечественниками но и предпринимателями со всего мира будь то великобритания будь то германия и прочее прочее что же здесь эмирата остаются даже несмотря на введение этого налога все равно привлекательной очень для многих страной и поэтому закономерно как бы регистрируется большое количество компаний не только из россии и этот спросом как бы постоянно присутствует переходим да ну давайте давайте посмотрим внимательнее где же находится у малькувейн я вам честно скажу что я сам несмотря на то что я не надо занимать уже почти более года а я немножко его перепутал с у джиева да то есть я был уверен что он располагается по другую сторону персидского залива на берегах аманского залива но вчера мы посмотрели внимательнее карту эмиратов то обратили внимание что он спрятался между раз альхаима шаржи отжиманом то есть и недалеко от самого развитого в плане экономики в плане диверсификации экономики эмиратов дубай здесь надо сказать что здесь максим ты скажешь когда мы готовились я попросил тебя узнать что что означает вообще в малькувейн потому что в переводе с арабского у мальквейн с арабского переводится как мать двух сил и это олицетворяет собой основные две силы эмирата которые подозревают на сухопутную и на морскую также символом у малькувейна является рыба и там даже есть интересная причина этот счет о том как на территорию малькувейна пришел бедуин и там был небольшой водоем и он наловил так много рыбы и так преуспел что в итоге там образовался город современно очень актуально да но здесь надо что отметить у малькувейна относятся к так называемым северным эмиратом в общем-то к ним относятся все кроме абу-даби и дубая и в общем то мы об этом поговорим несколько позже когда будем говорить про репутацию среди банковских структур но в общем безусловно абу-даби дубай всегда такой неформальным когда лидерстве эмиратов занимали первые два места остальные как бы следовали за ними самый маленький эмират по численности населения там вы будете удивлены но в малькувейне живет всего порядка 70 тысяч человек готов поспорить что во многих микрорайонах москвы гораздо больше жителей чем там районов москвы не говоря уже про круга шестое место в объемах рабскими нацию занимает по площади стабильная экономика открыт инвестиционный климат низкая стоимость жизни низкой стоимость труда по сравнению с другими эмиратами буквально сегодня на property finder да на одном из сайтов который позволяет посмотреть стоимость аренды жилья нашел квартиру бумальку вене который откроется приводя на рубли примерно 30 тысяч рублей в месяц это однокомнатная квартира небольшая но тем не менее даже в москве таких цен сейчас практически не найдешь только если может быть это там далеко все-таки не забывать что арабский эмират они относительно компактная как страна поэтому там эмират дубай их и так уж и далеко он вот это один из один важных моментов которые хотел бы отметить то есть действительно если люди планируют серьезную релокацию но по тем или иным причинам например дубай особенно с учетом роста цен на недвижимость является дорогим вариантом то вполне себе такую альтернативу можно рассматривать том числе и в малькове отличная структура для импорта и экспорта потому что в малькове не есть порт там то есть пляжи то есть он находится располагается на побережье что еще сказать удобная досягаемость для стран иран-сотружества персидского залива то есть опять же все что находится внутри вот вы смотрели самую первую карту обратили внимание что как раз иран находится прямо напротив и чуть ли там не ближайшая точка 1 это вот наверное важно то что у нас рассказать общую информацию про мальку вень важно что когда мы говорим про регистрацию компании в том или ином эмирате мы как правило как правило говорим про мы как правило говорим про регистрацию компании свободной экономической зоне чтобы свободной экономической зоны как правило это какая-то выделили территория где куда где предоставлены определенные налоговые или таможенные льготы в объединенных рабских эмиратов эти свободные экономические зоны можно разделить в основном по двум критериям первый критерий это являются ли они выделенными или не являются чтобы выделенные свободно-экономической зоны свободно-экономической зону вокруг который находится забор и чтобы пройти сюда нужно пройти какой-то определенный контроль и они называются на английском языке designated то есть есть так называемый нон designated presence которые расположены непосредственно в жилых кварталах или определенных округа туда может зайти любой человек это своего рода как собрать условный москва-сити как если бы там действовали другие правила по налогообложению чем остальное там россии и москве и еще важный момент что как правило свободно-экономической зоны в эмиратах разделяются по отраслям но есть несколько свободно-экономических зон которые так и называются mixed used то есть они фактически разноплановые многопрофильные и вот как раз у мальку вей придрайзон является такой вот микс юст соответствии с министерством с министерством экономики то и туризмом виду рабских эмиратов то есть они вот так то при важном является что на самом деле она была основана достаточно давно то есть это одна из первых свободных экономических зон в объемах рабских эмиратов по моему об этом поговорим чуть позже сейчас я хотел бы сказать что такой интересный момент за интересный факт что сейчас во всех эмиратах объемах рабских над есть своей свободной экономические зоны и только в мальку вене она одна видимо это сделано исходя из численности населения потому что если мы посмотрим там выше то там фуджейных там по-моему две или три но вижу там в дубае понятных там огромное количество по даби их пока что меньше но мы тоже видим что абу-даби смотря на своего соседа тоже развивает это направление для диверсификации своей экономики для привлечения все больше больше мы за 9 примеры когда большое количество компаний из кипра из других недружественных в настоящий момент к нам юрисдикций они релацируются в объем арабской эмираты в том числе в абу-даби или дубай уже в те зоны где куда это возможно сделать мы кстати призываем всех владельцев в шоку компании зарегистрированы дружеской юрисдикции задуматься об этом потому что видимо этот процесс который у нас сейчас идет такой сказать увеличение как это сейчас идет борьба за многополярный мир да эта борьба она вряд ли закончится быстро и те страны которые настоящий момент являются недружественными вряд ли из этого списка выйдут и вероятнее всего там например финансовые переводы в эти страны все равно будут стольной степени ограничена при этом в том числе объем арабские эмираты дают возможность использовать преимущество там общей системы права определенных случаях определенных свободных коммерческих зонах что-то я уже заговорил с ним прекрасная банковская система к услугам или мицилированных компаний прочее прочее все услуги инфраструктуры что же еще скажем из таких тоже значимых фактов это то что у мальку вейн расположен на побережье персидского залив примерно равно удален от аэропорта дубая и аэропорта аджмана зона свободной торговли была основа 1987 году напоминать что первая свободная экономическая зона в эмиратах была основана восемь с пятом году и в год моего рождения поэтому это невозможно забыть и была основана в дубае в виде джавза но она была дезигнейтед то есть мы можем с уверенностью сказать что мой кувейна одна из первых но он дезигнейтед фризонс в объединенных рабских эмиратах имеет свой собственный порт ну как можно сказать практически равно удален от аэропортов переходим к следующему слайду да ну здесь вот некоторые моменты они у нас качают из презентации в презентацию я хочу напомнить что мы уже делали вебинары которые были посвящены джавзи джабаля ли фризон джабаля ли аэропорт визон да и мы также делали вебинар посвященным майдану который на мой взгляд получился несколько скомканным возможно мы его переделаем ближайшее время но все основные позиции там явно видны вы можете зайти посмотреть на мой взгляд и по джавзи по майдану это не будет лишним поэтому создает право иностранным гражданам иметь стопроцентную долю в компании напоминаю что до недавнего относительно времени например в мейнленде нельзя было зарегистрировать компании у вас нету доли кого-то местного гражданина настоящий момент для абсолютного большинства видов деятельности это требование ушло в прошлое одна фирма фризона может иметь до 50 собственников когда мы говорим про лимит лоббилити компанию но чаще всего вполне достаточно компания зарегистрирована в свободной экономической зоне у малькувейн free trade зон здесь у нас пропущено что имелось ввиду дальше там было написано что она является резидентом объемов арабских эмиратов с точки зрения налогового понимания что вы хотели сказать что она не является офшорной компании как если мы регистрируем например интернет бизнес компаниейс в раз аль хайма интернет шоу корпус центр в этом плане компания является он шорный будет вернее сказать так нет налогов на личный корпоративный доход в большинстве случаев но не до недавнего времени его не существовало вообще но в связи с принятием декрета о корпоративном налоге в размере девяти процентов а я напоминаю что это один из самых низких одна из самых низких ставок налог на прибыль все равно для вот такая плоская то есть мы можем найти страны например гонконг где нижний порог ставки ставки налог на прибыль составляет 825 процентов но опять же он распространяется прежде всего на компании с прибылью до 2 миллионов гонконгских долларов в настоящий момент надо смотреть конкретный вид деятельности возможно он попадает под налогообложения тогда надо смотреть при каких условиях он может быть освобожден из-под уплаты собственник фирмы может получить сертификат налогового резидентства эмиратов но это делается замирается один и после если он соответствует требованиям а я напоминаю что недавно объединенных рабских эмиратов был выпущен декрет который говорит о том что физическое лицо может быть признана резидентом налоговым резидентом объемных рабских эмиратов если она проживает что не более 90 дней но при этом каким бы то ни было образом связано с бизнесом в объединенных рабских эмиратов такая интересная интерпретация более широкой концепции более широкий центр жизненных интересов соответственно в точно так же как и во всех объединенных рабских эмиратов бумагу вини нету валютных ограничений то есть там нету например как у нас требований возврата валютной выручки поэтому абсолютно не обязательно чтобы товар или как в китае материковом соответственно абсолютно не обязательно чтобы товар заходил непосредственно территорию объединенных рабских эмиратов компании может существовать импорт-экспорт товаров на территории фризона из других стран без возникновения каких бы то ни было таможенных пошли для открытия компании не обязательно наличие менеджера директора резидентства и виз все это наоборот можно получить через регистрацию компании через зарегистрацию компании в маленькой вентрии трезон это позволяет вам претендовать на ведь на жительство видео мира и зайди ну что в свою очередь дает возможность и доступ к разного рода финансовым услугам у меня правских эмиратов в том числе открытию личного расчетного счета при соблюдении дополнительных требований в виде наличия договора аренды видит наличие счета за коммунальные услуги подтверждение того что вы там действительно проживаете не нужно оплачивать и подтверждать уставной капитал компании до момента его распределения как правило морской порт представляет различные льготы для компании из данной фризоны они все компактно там расположены опять же говорим что эмират небольшой по численности населения самые маленькие в день арабских эмиратов при этом там отличное соотношение по цене и уровню жизни идем дальше да практика регистрация компании все компании остаются в форме с ограниченной ответственностью это лимит от лоббили компаний либо фризоны стеблишмент когда мы говорим про регистрацию компании с одним учредителем то есть это на самом деле достаточно такой важный момент потому что когда у нас например для платежных систем разного рода они предъявляют разные требования к компаниям олси и к компаниям фризоны стаблишмент что-то наподобие да там индивидуального предпринимателя с ограниченной ответственностью вот здесь важно что именно в маленькую вене можно зарегистрировать фризоны стаблишмент потому что в большинстве других свободных экономических зон будет фризоны стаблишмент олси тоже такой маленький нюанс но который имеет большое значение при практической работе там с платежными институтами и прочее как мы говорили фризон компанией волсе это наиболее распространенный тип компании когда у нас два или более участников то мы регистрируем компанию с ограниченной ответственностью причем больше ничего не добавишь в компании должен быть обязательно место не место в компании обязательно должен быть вообще один директор один акционер при этом нет требований к его гражданству или налогового резидентства за ним компанией может быть физическое лицо достигше 21 1 летнего возраста такая специфика обвинутых эмиратов и специфика именно ликвейна обязательное получение бизнес лицензии который продлевается ежегодно в котором отражается вашей деятельности которым вы занимаетесь и на самом деле в бюрократскими на то предусмотрены определенного рода штрафы то есть что это значит что если вы ведете деятельность которая не отражена вашей лицензии то это может привести к тому что на вас будут наложены штрафные санкции возможно регистрации компании с так называемым флексидеском и здесь надо отметить что у маленького вейн на самом деле по сравнению даже с более с одной из самых дорогих свободно-экономической зонки подием сиси да он идет навстречу и при общении с банкирами он всегда может поставить вам табличку на ваш флексидеск с названием вашей компании отфотографировать отправить то есть это важно при открытии расчетных счетов и у маленького вейна в этом плане один из наиболее одна из наиболее гибких свободных экономических зон компания должна иметь хотя бы одного директора и акционера это также хотя бы одного акционера это переводя на такой обычный язык это подразумевает что у компании не могут быть выпущенные акции на предъявители как это допускается в нет допускалась раньше в некоторых офшорных юрисдикциях но сейчас с введением требований там хранения этой акции на предъявители непосредственно в банк где мы откроем расчет счет и практическая ценность этих акций на предъявители упала ну и в общем-то многие юрисдикции вообще отказались в том числе объем арабский гонконг билис и прочее в целом у маленького им достаточно тоже похоже на другие свободные экономические зоны в эмиратах а вот кирилл скажи пожалуйста в чем может быть есть какие-то ключевые отличия мальковей на других популярных фризон как джаза дим сиси и прочее да спасибо что но самый первый момент это конечно стоимость все-таки стоимость регистрации компании в умах и вене она несколько ниже чем в дубае и быть широко возьмем да потому что в дубае мы вряд ли найдем любую свободную экономическую зону где цена регистрации будет сопоставима с ценой регистрации в мальковине второй момент есть вот так спрашивать на чем бы она специализировалась более широко поставить вопрос какие там отрасли я бы на самом деле так как это многопрофильная свободно-экономическая зона то я бы наверное ориентировался скорее наоборот то есть все таки они это свободно-экономическая зона позиционирует себя как свободно-экономическая зона для компании малого и среднего бизнеса ну конечно вероятнее все в европейском понимании этого смысла слова а я напомню что по данным евростата все-таки к компаниям малого и среднего бизнеса одной из тех штате которых находится до 250 человек от 1 до 250 человек и оборот который составляет до 50 миллионов евро в год то есть по нашим меркам с учетом курса как бы это достаточно большой такой разброс и все-таки вероятнее всего там ноги наши партнеры попадают под понятие вот это там малого и среднего то есть все таки свободно-экономическая зона несмотря на то что намного профиля но она себя позиционирует именно как компании для малого и среднего бизнеса в том числе в сфере электронной коммерции что немаловажно поэтому вот наверное такой да да то есть компании малого и среднего бизнеса в большей степени стоит обращать внимание на мой квин ввиду более низких издержек на создание регистрации компании чем по сравнению с дубайскими компаниями но безусловно от этого несколько страдает респектабельность которая на востоке играет роль большую чем часто это бывает у нас поэтому это тоже не надо задавать тот самый пресловутый престиж да ну да но вот несмотря на то что свободная комическая зона достаточно небольшая я слышал что количество компаний очень много там зарегистрировано там зарегистрировано порядка семи или девяти тысяч компаний честно у меня сейчас просто выдело из головы для сравнения да это достаточно большая цифра сопоставимые с количеством компаний зарегистрированных в джавзи которые являются крупнейшей свободной экономической зоной в обедах арабских эмиратов и старейших но это в несколько раз другой стороны меньше на удивление чем в дубай мультикоммунити центр гем-сити который является гораздо более дорогой гораздо более престижной свободной экономической зоны то есть это еще раз показывает важность этого элемента респектабельности престижа которые играют в странах персидского залива да то есть одно дело когда компании предпочитают сотрудничать с компаниями зарегистрированы в дмсс но и многие тоже следует обращать внимание что конечно перед тем как принять решение о конкретной регистрации компании в той или иной свободной экономической зоне если у вас уже есть партнеры в объемах арабских эмиратов следует спросить у них где зарегистрированы здесь это тоже немаловажный момент потому что всегда и сделки между компаниями внутри дмсс или внутри джавзи они будут проходить легче проще чем сделки если это там у маленькой вены джавза или у маленькой вены майдан например даже возможно возникновение при определенных обстоятельствах и налогообложения переходим к следующему выбор типа компании зависит прежде всего у нас этого здесь нет но конечно это вот количество участников то есть у нас один участник то мы соответственно регистрируем фризон и ставишь мы если у нас два участника или более то мы регистрируем фризон компании время слабили теком дальше у нас предполагаемо выглядит деятельность тем то есть чем у нас компания будет заниматься в зависимости от этого мы даже как делаем то есть если мы по видам деятельности не можем сами определить как какой вот деятельность бывает что мы мы пишем непосредственно свободную экономическую зону и они очень оперативно нам всегда отвечают и советуют в какое направлении пойти или какой агрегированной деятельности взять что туда будет входить это великолепно потому что потом например при каком-то недопонимании мы всегда можем показать официальное письмо из свободной экономической зоны показывающие что это сама свободная экономическая зона под наше описание предложила именно этот вид деятельности желание получить ту или иную лицензию выпускаем продукцию иных требований и условий учредителя ну например тоже немаловажный момент планируете ли вы там действительно находиться нужный вам офис потому что например если в умальку вене мы можем взять flexi офис что значительность не затрата то в тот же джавзи в настоящий момент минимальное пространство которое можно найти она будет стоить вряд ли меньше 30 тысяч дирхам то есть в принципе вот это достаточно существенная сумма сопоставимый ну там с арендой квартиры в объединенных рабских эмиратов поэтому здесь вот такой важный момент да а есть еще такой вопрос получится ли дистанционно например зарегистрировать компанию да спасибо за этот вопрос действительно как-то его совсем упустили когда практику должны обсуждать весь процесс по регистрации ликвидации замене может происходить дистанционно более того на основе вот этого дистанционного процесса важно еще заметить какие документы нам нужно предоставить это нам нужно понадобится международный паспорт нам понадобится либо рекомендательное письмо из банка либо счет за коммунальные услуги все это должно быть на английском языке но если мы говорим про паспорт он как правило уже на английском языке за международный если мы говорим про счет за коммунальные услуги то его надо перевести и легализовать либо это может быть сразу письмо из банка тоже на английском языке бумаги венина это одна из самых быстрых регистраций вообще в которой оказали бы сталкивался там и компанию как правило регистрируем течение двух дней в течение следующих там 3-5 дней мы уже можем получить визу не визу интер пермит разрешение на въезд который позволяет уже внутри аппаратский над получить и нравится один получить в этом плане очень быстро комфортно скорость одной из главных преимуществ это точно но мальковина и вообще не грабских эмиратов то есть если мы посмотрим то всех саводукномерских зомби я регистрировал вероятнее всего наиболее длительным процессом это было в джавзи да да потому что их наиболее такие консервативные подходы к подготовке документов устава учреждения договора наиболее консервативные подходы к видеоиндентификации клиента там подписание документов и прочее прочее во всех остальных это майдан тоже за несколько дней может компании зарегистрирована это дубай мультика мой центр чуть-чуть посложнее но в принципе его мальковин тоже очень очень быстро регистрируется компания на требования к видеоиндентификации уже нет соответственно значительно ускоряет процедуру переходим к следующему слайду да ну то есть что же помимо того что компанию зарегистрировать ее нужно администрировать это касается всех компаний во всем мире наверное я так думаю не только в мальковине и на храмских эмиратов прежде всего и мы можем вам оказать полную перчинь сопутствующих скажем так услуг это и получение мира лицарьи и корпоративное сопровождение деятельности компании подготовка соглашений а это и содействие в подборе получения необходимой лицензии это такой предварительный этап не только к регистрации но и потом дальше к администрированию компании подготовка корпоративных документов подготовка финансовой отчетности что наверное выделяет нашу компанию из многого из большого спектра подобных нам то есть у отдельный отдельная группа посвященные подготовки финансовой отчетности а я напоминаю что в абсолютном большинстве эмиратов и свободных экономических зон в каждой компании должна ввести бухгалтерскую отчетность и должна по-хорошему ее проверять аудитора другой момент что она должна ее предоставить в течение полутора двух месяцев с момента того как ее запросит администрация свободно экономической зоны то есть даже если мы ее не делаем то у нас будет возможность это подготовить но конечно лучше все и бить на руках чтобы потом не бегать скажем так как ужаленные чтобы искать как и что это делать отчетность да и для банков тоже случая чего может быть очень полезным абсолютно верное замечание конечно в любой банк всегда с большим удовольствием берет компанию который есть в общем-то отчетность в том числе заверенной аудитором из которой видны и заходы убытки и прочее прочее и любила самый главный деятельности и прочее прочее услуги по поиску необходимого помещения это касается не только для юридических лиц но и физических лиц если вам нужна наша помощь в приобретении то через наших партнеров приобретение недвижимости мы тоже можем вам помочь оказать эти услуги пойдем дальше потому что как мне кажется следующий слайд будет наверное одним из наиболее интересных да действительно он касается взаимодействия свободной экономической зоны мальквейн с банковскими структурами здесь надо отметить что вот этот вот шлейф северного эмирата он в принципе несколько влияет на отношения со стороны банкиров то есть банкиры все-таки предпочитают свободные экономические зоны которые располагаются в абу-даби и в дубае и иногда даже не лишним бывает перед регистрацией компании с банкиром посоветуются что он посоветует для такого вида деятельности здесь надо сказать то что в умальквейне есть свой собственный national bank of умальквейн с которому свободной экономической зоны а также у свободной экономической зоны заключено партнерское соглашение с emirates development bank а также с не платежной системы видео одной из первых в объединенных рабских эмиратов платежных международных платежных систем мне кажется какой-то тоже смотрел кому она приезжает по моему если они живут до среди акционеров числятся first абу-даби банк и это очень серьезная платежная система честно говоря ее можно смело назвать электронным банком но я пользуюсь случаем находил бы просто потому что у нас все еще сохраняется такое несколько негативное отношение к платежным системам я наверное вот уже не первый раз как-то стараюсь развенчать этот миф да там о надежности и ненадежности во-первых да мы видели свидетелями того как огромное количество банков уже за мою профессиональную деятельность либо переставали осуществовать либо просто занимались относительно законным отъемом денег и средств своих клиентов да особенно если мы говорим там про кипр или какие-то банки расположены там то же самое касается и латвии между прочим все это страны европейского союза да здесь не сказать что это касалось бы только там российских банков каких-то и в связи с этим загадать на самом деле западных стран пошло по пути в том числе антимонопольное законодательство по пути разделения видов деятельности среди финансовых учреждений на более инвестиционные которым отнесены традиционные банки и на платежные инструменты которым отнесены как раз так называемые финансовые институты виде платежных систем поэтому если мы говорим про какую-то торговую деятельность то как правило у нас и нету высокой необходимости в открытии расчетного счета в банке за исключением хранения денежных средств ну когда мы планируем хранить денежные средства то тогда мы уже в общем то можно прийти практически сейчас любой банк искать что у нас есть условно для 5-10 миллионов долларов которые мы хотели бы хранить именно у вас и вот тогда действительно уже имеет значение и репутация и размер банка и прочее прочее если же мы говорим про каждодневные операционные проведения платежей то чаще всего все-таки платежная система является одним из очень удачных вариантов решения проблемы в целом как я уже сказал насторожен одной из кума аль-кувейна и другим северным эмиратом будет от банра салихаем или прочее прочее но благо практически в любом из эмиратов есть свой собственный банк возможность открыть и последнее чтобы я здесь наверное хотел бы на что обратить внимание это то что у нас еще есть время поэтому могу позволить себе порассуждать на эту тему что все-таки когда мы говорим про открытие расчетного счета большее значение имеет не только локация где компания зарегистрирована но ее экономическая наполненность то есть что я в это подразумевал наличие офиса наличие реального штата во стране регистрации ли стране где мы планируем открыть расчетный счет чтобы у надо его совокупность этих факторов приводит к тому что мы можем сказать что свысок и первоятно сном расчетный счет откроет или с высокой долей стоstal расчет чтобы не укроет угоряю вас что если у вас в маме вине будет реальный офис если у вас будет он вале три человека сотрудников то вам с большей вероятностью откроют расчетный счет чем у вас будет компания в майдан фризон или в джавзи где не будет абсолютно ничего то есть где не будет ни сотрудников нереального офиса то есть здесь вот это важный момент который необходимо обязательно принимать внимание когда мы говорим про открытие расчетных счетов не только локация регистрация компании будет но и также и экономическая наполненность то как я на функции выполняет есть у нее реально экономическое присутствие если у меня сотрудники офис то является партнерами покупателями прочее прочее то есть вот эти факторы они в совокупности перевешивают только локацию регистрации компании ну что же нас остался насколько я понимаю еще не слайд здесь очень самый любимый вопрос который я хотел бы послушать это по видам деятельности для каких компаний мальку вейн используются чаще всего это вот мне вот самому прям очень интересно тема что для компании малого и среднего бизнеса верно да и она является многопрофильный поэтому здесь как бы вот так вот прям вот когда-то конкретного именно по виду деятельности нету она как бы касается скорее малого и среднего бизнеса помнишь я еще спрашивал что у нас есть такой вопрос где-то там все верно переходим также приводим к следующему слайду и на нем предлагает так как он все уже сейчас будет об более общий характер носить я предлагаю нашим уважаемым слушателям начать задавать ваши вопросы чтобы мы по результатам нашего сегодняшнего вебинара могли бы на них ответить потому что я знаю что мне кажется что у нас вопросов не будет я придумаю еще вопрос нашим сам нашим слушателям прошу на него ответить высоком и так открытие рожанных счетов на компанию вообще то есть какие вообще преимущества банков именно в обвинутых рамских эмиратов но прежде всего это высокая защита активов в объединенных рамках эмиратов не было ни одного случая банкротства банка то есть они там объединялись еще что-то но как такового банкротства не было ни одного в отличие от некоторых наших недружественных настоящий момент стабильная банковская система тоже недавно с интересом для себя обнаружил что на протяжении большого периода времени денежно единицы в городских эмиратов был кто бы мог подумать индийской рупи индийской рупи но в настоящий момент это дирхам объединенных арабских эмиратов который жестко привязан к американскому доллару по курсу 367 если посмотреть там за последние пять лет он не менялся поэтому это можно сказать точно одна из наиболее на сегодняшний момент стабильных валют мира доступны тарифы на проведение банковских операций опять же это обусловлено в том числе и банковской конкуренции в объединенных арабских эмиратов достаточно большое количество банков представлено и местных и международных широкий выбор банков отсутствие ограничения по выводу и приему денежных средств из россии в том числе это тоже немаловажный момент из россии в настоящий момент чаще всего люди предпочитают отправлять дирхаму потому что они проходят наиболее скажем так быстро удобно но также и доллары и евро в принципе могут быть оправданы в европейские эмираты потому что это наши дружественные юридикции разумеется что все равно банки эмиратов какими бы дружественными они не были они все равно обращают внимание на санкции и они все равно все-таки опасаются принимать денежные средства из-под санкционных банков которых честно говоря становится все больше и больше но в россии по зарегистрировать порядка двухсот банков или даже больше я думаю пока санкции в отношении всех очень управляющий какой-то период времени поэтому это транзакции будут дорожать но вряд ли они прекратятся совсем ну да насколько я знаю сейчас в целом достаточно благополучно ходят платежи из россии в арабские эмираты и немаловажный момент что все таки когда мы открываем расчетные счета в банках эмиратов мы не идем туда как резидент россии в отношении которых в общем-то и введены как бы санкции мы идем туда как резиденты объемах арабских эмиратов это немаловажный фактор то есть мы приходим показываем что мы здесь живем и действительно живем да и соответственно уже на месте открываем расчетный счет опять же какие-то ограничения на прием денежных средств из россии или отправку в россии их нету что ж наш следующий слайд наверно то я вижу это уже нас благодарен да мы думаю заканчиваем серию таких летних раскачивающихся вебинаров потихонечку начинаем готовить к настоящему бизнес сезону который традиционно у нас наступает в сентябре месяца призываем всех смелее звонить нам и задавать вопросы по тем контактам данным которые увидите сейчас у себя на экране мы всегда рады рады встретиться у нас в офисе рады встретиться где-то вас в офисе возможно если это на это позволяет время ну и конечно всегда по телефону любым мессенджером whatsapp telegram нас можно найти обратиться к нам мы всегда вам поможем подскажем что же здесь наверное мы заканчиваем еще раз благодарим вас за то что нашли время присоединиться к нам судя по всему наш сегодняшний вебинар не вызван какого бы то ни было количество вопросов ли я возможно и вижу давайте сейчас проверим еще раз дорогие участники если у вас есть вопросы пишите да мы здесь ну что же я предлагаю тогда если у наших участников остались вопросы уже попросить их написать нам на адрес электронной почты или на прямую мессенджер мне либо максимум я благодарю всех кто принимал участие в организации этого вебинара максим у тебя отдельное спасибо спасибо что посудился вот всем спасибо большое до свидания да спасибо еще раз большое кирилл было как всегда очень интересно слушать получил большое удовольствие также дорогие участники хочу сообщить что к вашим услугам у нас открытые офисы в дубае и в кипре если в никосе если вам нужны будут какие-то встречи личные возможно вы в дубае сейчас находитесь какие-то консультации наши партнеры наши коллеги они всегда утраты с вами встретиться увидеться обсудить ваши вопросы мы будем рады вас видеть спасибо большое спасибо большое до свидания